Добрый день, дорогие читатели! Сегодня мы с вами совершим виртуальную экскурсию в музей-квартиру Майи Плесецкой. Майя Михайловна Плесецкая – советская и российская балерина, балетмейстер, хореограф, прима-балерина Большого театра СССР в 1948-1990 годах, герой социалистического труда, народная артистка СССР, полный кавалер Ордена Заслуги перед Отечеством. Плесецкая считается одной из величайших балерин XX века. Майя Михайловна обладала выразительной пластикой, феноменальным прыжком, гибкой спиной, легким шагом и особой музыкальностью. Она первая ввела в балетную лексику такой прыжок, как кольцо. Балерина создала свой собственный стиль, отличающийся изященством, графичностью, остротой, законченностью жеста и позы. С самого начала своей сценической жизни Плесецкая проявила редкий талант трагедийной актрисы. Обладая неиссякаемым интересом ко всему новому, она не боялась сценических экспериментов. Трехкомнатную квартиру на шестом этаже в доме на углу Тверской, бывшей улицы Горького и Мамоновского переулка, Майя Михайловна Плесецкая и ее муж, композитор Родион Константинович Чедрин, приобрели в 1963 году. Правое крыло – здание, построенное в 1936 году, предназначалось для наркомлеса, левое – послевоенной постройки для артистов и затрудников Большого театра. Супруги прожили здесь почти 30 лет, вплоть до 1991 года. К тому моменту балерина уже не работала в Большом театре. После распада Советского Союза Плесецкая и Чедрин переехали в Мюнхен, но, приезжая в Москву на время, останавливались именно в этой квартире. Последний раз Майя Михайловна побывала здесь в апреле 2015 года, незадолго до смерти. В феврале 2022 года Родион Чедрин передал помещение в управление Государственному центральному театральному музею имени Бахрушина. Обстановка квартиры сохранена практически в нетронутом виде. Музеи все напоминают о приме мирового балета. При этом убранство помещений очень скромное. Столовая гостиная украшена афишами, знаменующими важные события в творческой жизни Плесецкой и Чедрина. Для музея особую ценность представляет афиша творческого вечера «Аве Майя» в рамках цикла «Вечеров. Антология русского балета», который проходил в Бахрушинском музее 30 марта 2007 года. Гвоздем программы была встреча посетителей музея с самой Майей Михайловной Плесецкой. В серванте гостиной расставлены фигурки лебедей из металла, фарфора и хрусталя. Эти многочисленные подарки поклонников – напоминание о роли одеты Адилии в «Лебедином озере». Эту партию Майя Михайловна только на сцене Большого театра танцевала более 800 раз. В гардеробной можно увидеть балетные пачки с постановком с участием балерины в Большом театре и театральный реквизит, переданный ею Бахрушинскому музею в 1976 году. Также здесь выставлено несколько ее сценических костюмов. Розовое платье, созданное Ивом Сеном Лораном для балета «Гибли розы Ролана Пяти», черный костюм с сеткой из кармен-сюиты на музыку Родиона Щедрина. Коллекция костюмов Пьера Кардена к фильму-балету Анна Каренина была подарена самой Плесецкой в 1982 году. А в 2016-м ее супруг передал в фонд музея вечерние платья, выполненные этим же кутерье. Также в коллекции хранятся шляпы асимметричных форм. Головные уборы от Кардена выполнены в авангардном черном цвете из велюра и лаковой кожи. Образ Майи на сцене и в жизни вдохновлял не только модельеров, но и многих известных художников. Во Франции Плесецкая-Щедрин познакомились с Марком Шагалом. Майя позировала в различных балетных позициях. Он набрасывал угольком быстрые линии на ватман. Супругам Шагал подарил свои авторские литографии с автографами. Две такие литографии были найдены сотрудниками Бахрушинского музея на дне чемодана в гардеробной Плесецкой. Одна – в узнаваемом стиле художника с подписью «Для Майечки» Марк Шагал. На второй, подписанный «Для Майи с сердечным приветом», изображен натюрморт «Цветы в вазе на голубом фоне». В витрине кабинета ордена Константиновича Щедрина представлен его концертный фраг. Композитор является автором семи опер, пяти балетов, трех симфоний, 14 концертов, многочисленных произведений камерной, инструментальной, вокальной, хоровой и программной музыки, а также музыки кино и театральным постановкам. Щедрин всегда очень любил русскую классику, зачастую писал по ее мотивам. В соседней витрине демонстрируется партитура к опере «Мертвые души», первое представление которой состоялось 7 июня 1977 года на сцене Большого театра. Майя Плесецкая говорила, что муж продлил ее балетную карьеру как минимум на 25 лет. Она танцевала даже на торжественном юбилейном вечере в честь своего 80-летия. Партнером балерины в зажигательном фламенко выступил Хоакин Кортес. Об этом памятном событии рассказывают фотографии на стенах. На полу в кабинете лежит ковер работы французского художника-индустриалиста Фернана Леже. Первое знакомство Майи Плесецкой и Родиона Щедрина состоялось благодаря Лили Брик. Ее фото есть в спальне на правой стене, которая устроила вечер в честь Жерара Филиппа в 1955 году. Композитору было 22 года, Плесецкой уже 29. Но тогда судьба развела их, и повторная встреча состоялась только спустя три года. В 1958-м по заказу Большого театра Щедрина работала над созданием музыки к балету «Конек-горбунок». Молодой композитор решил побывать на репетиции балета, где снова увидел Плесецкую. В тот момент он понял, что это любовь. Балерина ответила на его чувства, и влюбленные больше никогда не расставались. В спальне Плесецкой и Щедрина – настоящий музей произведения искусства. В сголовье кровати вновь можно увидеть ковер авторства Фернана Леже. А по стенам развешаны портреты Майи Михайловны, работы Артура Фанвизина, Арутюна Галенца, копия работы австрийского художника Эрнста Фукса. А на Трюмо стоит любимый парфюм Майи Михайловны «Бандит и фраказ» от Роберта Пеге. Несмотря на мировую популярность, ни Майя Михайловна, ни Родион Константинович не тяготели к показной роскоши, оценили уют и комфорт. С близкими друзьями любили посидеть на кухне за разговорами с чашкой чая. В квартире сохранилось большое количество первоклассной посуды, в том числе чайных сервизов, но хозяева пили из стеклянных прозрачных кружек просто, по-домашнему. На этой кухне готовила в основном помощница по хозяйству Катя, но Плесецкая с удовольствием сама солила вкусные огурцы, грибы для своей семьи и друзей. Часто по ночам балерина садилась на кухню и раскладывала пасьянцы. Подобные посиделки продолжались до глубокой ночи, ведь артистка всю жизнь страдала бессонницей. Среди уникальных экспонатов музея – туфли, принадлежавшие Майе Плесецкой, ее пуанты, а также ботиночки 1920-х годов, которые будущая прима носила в детстве. Эти вещи можно увидеть в гардеробной. Во многих комнатах стоят замечательные куклы, которые были подарены или доставлены Плесецкой из разных стран. Часть из них приобретала сама балерина. Время работы музея – со среды по воскресенью с 11 до 20.00. В эти дни ежедневно проводятся экскурсии в 12, 15, 17 и 18.30. Продолжительность – 45 минут, но максимальная вместимость – 8 человек. Стоимость полного билета – 900 рублей. Есть льготы. В понедельник и вторник квартира закрыта для посещений. Для большинства Майя Плесецкая – великая артистка, икона стиля, а также дама с характером. Совсем иной она была в семейном кругу. Сотрудники музея постарались максимально сохранить обстановку квартиры в том виде, в каком она была при жизни балерины. Поэтому гости смогут полностью погрузиться в неповторимую атмосферу дома в центре Москвы. На этом наш рассказ завершен. Спасибо за внимание. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok